Деву 2018 год заставит поверить в себя, а также и в то, что когда одна дверь закрывается, то непременно открывается другая. И тогда вам просто придется двигаться вперед. Что бы ни происходило, сохраняйте гармонию и равновесие. И если вам это удастся, то вы сможете интуитивно скорректировать ритмы судьбы, получая поддержку во всех начинаниях. Ищущие любовь Девы обязательно ее обретут, жаждущие осуществить материальную мечту осуществят ее. Для Девы 2018 год – это год принятия ответственных решений. Важно не медлить, а действовать. И в нужный момент проявлять решительность, не ждать, что проблемы разрешатся сами собой или их решит кто-то другой. Но не стоит что-то радикально менять в жизни. Ни работу, ни место жительства, ни семью. Вам сейчас важно сохранить и усовершенствовать то, что у вас уже есть. Отличительной чертой Девы является скрупулезность, Высокие аналитические способности и дотошность. Именно благодаря этим чертам характера вы сможете многого добиться. Единственное, что следует подавлять в себе, так это ревность, которая в 2018 году проявится и будет донимать вас чуть не каждый день. Девы станут ревновать всех и вся коллег по работе за удачу в делах, своего любимого человека за невинные взгляды в сторону противоположного пола, своих друзей за добрые отношения с кем-то кроме них. Также 2018 год для Девы будет очень насыщен событиями. Но стоит отметить, что эти события будут иметь благоприятный исход только при условии вашего активного участия в них и поиска лучшего выхода. Если вы отстранитесь или проявите пассивность, это лишь продлит период уроков и испытаний и даже может сделать их сложнее. Решайте проблемы в самом зачатке, а не тогда, когда их узел уже затянется довольно туго. И помните, что бы ни происходило, все к лучшему. И у вас достаточно силы и навыков, чтобы справиться с задачами любой сложности. Будьте внимательны к своим близким, к своим друзьям и родным. В них ваша опора и поддержка. Уделяйте им больше любви и заботы, и они в долгу не останутся. Особенно это будет важно во второй половине года. 2018 год – это идеальное время для развития творческих способностей и для обучения. Многие девы к концу года станут демопланированными специалистами в совершенно новых для себя областях и знаниях. В семейных и дружеских отношениях возможны и взлеты, и падения. Но большинство близких вам людей останется рядом с вами. А к старым проверенным друзьям добавятся еще новые, очень интересные знакомые. В начале 2018 года в любовных отношениях девы испытают незабываемые моменты блаженства. Хотя никто не застрахован от неожиданных разочарований, но в целом вам не за что будет жаловаться, особенно если вы будете относиться к любви как к захватывающей игре. Многие девы в 2018 году наконец-то примут судьбоносное решение и назначат дату своей свадьбы. Те, кто пока одинок, будут активно искать свою вторую половину. Возможно, возобновление или продолжение отношений с близким человеком, проживающим в другом городе или в другой стране. 2018 год проходит под управлением собаки, а она является семейным тотемом и уж точно поможет всем желающим обрести долгожданное семейное счастье. В семьях много забот будет связано с детьми. Возможно, от вас потребуется поддержка, как моральная, так и финансовая. Отношения с родственниками заметно улучшатся. Кто-то из родни преуспевает и может оказать вам поддержку как в делах, так и в личной жизни. Непростой период ожидается летом. Приготовьтесь к тому, что не все задуманное может быть исполнено, а также и к тому, что в ваши планы могут вмешаться различные неблагоприятные обстоятельства, на которые повлиять вам вряд ли удастся. Энергетический потенциал Девы в 2018 году будет достаточно на высоком уровне. Благодаря отличной сопротивляемости организма вы избежите усталости и болезни. Вашему здоровью ничего не будет угрожать, ибо в этот период звезды оберегают вас. Помните о том, что основной, основой вашего отличного самочувствия является здоровый сон. Не позволяйте себе даже одного раза, чтобы не выспаться. Единственное, в 2018 году будьте осторожны в выборе пищи, особенно на отдыхе, так как внезапно могут возникнуть проблемы с пищеварительной системой. Избегайте продуктов с высоким содержанием сахара. В летние месяцы, особенно в июле и в августе, будьте аккуратны в поездках и за рулем. Для женщин Дев наступающий 2018 год не слишком благоприятен для зачатия и вынашивания беременности. Конечно, это не значит, что вы должны отказаться от идеи рождения ребенка. Просто будьте особенно осторожны и не пренебрегайте консультациями хорошего врача и не менее хорошего гинеколога. В этом случае возможные проблемы будут сведены к минимуму. В отношении финансов 2018 год для Дев можно назвать достаточно благоприятным. Финансовое положение в целом стабильно, а, как говорится, на хлеб с маслом будет хватать. А может быть, и на большее. В 2018 году Девам придется много работать, завязывать нужные связи, позиционировать себя как новатора и пионера. Будет очень актуальна тема партнерства. В течение года вам принесут успех всевозможные альянсы, объединения или просто коллективный труд, в котором каждому из членов команды будет отведена своя уникальная роль. Объедините ваши старания и усилия с другими людьми, и вы не прогадаете. Девы, предприниматели и руководители всех уровней будут активно сотрудничать с коллегами из других городов или стран. И в этом направлении они добьются отличных результатов. У некоторых представителей знака Дева появятся планы открыть дело в другом городе или другой стране. И в разные периоды 2018 года они смогут их реализовать. Многие из Дев решат начать с чистого листа, сменив не только место работы, но и сферу деятельности. Не бойтесь, рискуйте. Не сразу, но ваши усилия обязательно будут вознаграждены. Самый благоприятный период для профессиональных нововведений и изменений будет первая половина 2018 года. Лето окажется неожиданно сложным. Деятельностью некоторых предпринимателей заинтересуются налоговые органы. И это принесет ряд проблем тем, кто окажется не готов к такому повороту событий. У других возможны трудности с коллегами из других городов или стран. И это значительно затормозит течение всех дел. Многих Дев могут окружать тайные и явные недоброжелатели и откровенные интриганы. Поэтому, если есть слабые места, постарайтесь принять превентивные меры. И какие бы испытания не принесла вам судьба, ни в коем случае не впадайте в панику. Правильные решения обязательно вас посетят, но только на холодную голову. Все трудности закончатся осенью или зимой и нарушенный баланс в профессиональных делах удастся восстановить. Более того, конец года принесет положительные изменения в карьере и вы можете смело осуществлять свои самые дерзкие проекты. Начало второго полугодия также хорошо для повышения квалификации. Пойдите на профессиональные курсы, поучаствуйте в семинарах или начните изучать иностранный язык. Чтобы прожить максимально эффективно 2018 год и использовать все возможности, предоставленные судьбой, ДЕВАМ рекомендуется. Где бы вы не были, чем бы вы не занимались, ваша миссия упорядовочить реальность и не просто преодолевать хаос, а вносить высшую гармонию в то, что было хаосом. Это касается всех сфер жизни. От уборки и создания уюта в доме до классификации научных знаний, до разработки инструкций, правил, новых систем, методик обучения, новых технологий, усовершенствования рабочих мест. Создавайте такой порядок в материальном мире, чтобы дух мог проявлять себя через материю. Задача Девы – все улучшить, исправить там, где было запущено. Устраняйте энергии хаоса из своей жизни и из окружающего вас пространства. Делайте что-то руками. Вам очень важно работать и действовать в реальном материальном мире. Работайте с землей, растениями, с красками, глиной, тканями или живыми организмами. Пусть в качестве хобби, а не основной работы. Представляете, как ваш дух на кончиках ваших пальцев касается этой материи и преображает ее. Знайте, вы несете силу и свет в самые приземленные и темные области жизни и можете одухотворить даже ту работу, которую другие считают грязной. Чтобы не утонуть в мелочах, в первую очередь уделяйте внимание самым важным делам и лишь потом постепенно переходите к остальным. также постарайтесь больше внимания продавлять к эмоциям, как своим собственным эмоциям, так и эмоциям других людей. По сути, дева глубоко чувствующая и тонкая натура, но ее трезвый аналистический ум заставляет ее пренебрегать чувствами, делая ее холодной и безразличной. для дев это уход от своего истинного Я. Обратите внимание на чувства, и они смогут очень много рассказать вам об окружающем мире. Девы склонны к перфекционизму и подчесть не могут смириться с малейшими проявлениями беспорядка, с нарушениями правил, с несовершенствами мира и других людей. Для вас важно научиться спокойнее относиться к тому, что люди и мир несовершенны. Это избавит вас от ненужных переживаний и от рисков впасть в депрессию. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok